Всего несколько месяцев отделяет молодежь Алтайского края от одного из главных событий в их жизни. В этом году в регионе единый госэкзамен. Сдадут более 10 тысяч 11-ти классников и почти 29 тысяч 9-ти классников ОГЭ. Сегодня большая часть выпускников получила доступ к экзаменам. Для тех, кто еще нет, будет возможность получить доступ 10 апреля. Чаще всего интересует вопрос, какой же предмет лидирует. На протяжении очень большого количества лет лидирует общество знания. Причем как у 11-ти классников, так и у 9-ти классников. Но что радует в этом году? Также лидирующие позиции в этом году занимает профильная математика, а также биология и информатика. О чем это говорит? Это говорит о том, что выпускники 11-го класса планируют поступить в вузы на факультеты, где изучаются естественно-научные дисциплины. Организаторами ЕГЭ и ОГЭ выступят более 14 тысяч обученных специалистов из числа педагогов Алтайского края. Все пункты по традиции оснастят металлодетекторами и видеокамерами. А родители тоже уже по традиции смогут побывать в роли выпускника и сами сдать экзамен. 27 марта в Барнаульской гимназии номер 22 пройдет акция ЕГЭ для родителей. В этом году по истории. У родителей есть возможность вот все те переживания, психологические прежде всего переживания, которые испытывают дети, пережить самим. И вы знаете, уже опыт показывает, что те родители, которые сами прошли ЕГЭ, после этого говорят легко, просто, интересно, быстро. Записаться на ЕГЭ для родителей можно через комитеты по образованию в городах или районах края. Также сегодня на встрече обсудили возможность пересдачи одного предмета ЕГЭ. С таким предложением выступил Владимир Путин во время своего недавнего послания. В Краевом Минобрии пояснили, что пока на федеральном уровне еще разрабатываются соответствующие документы. Но то, что у школьников появился так называемый второй шанс, это факт. И им могут воспользоваться уже выпускники этого года. Елена Кузовкина, Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.